Приветствую вас, вопрос у вас это уже не первый, я даже помню, что отвечал вам на вопрос автобус, вот, и собственно, если вы помните мой ответ, то здесь, в принципе, я отвечу, наверное, вам в том же ключе, то есть скажу, что в том, что вы делаете, в том, как вы себя ведете, кроется одна такая вот большая потребность в чём. Ну, условно говоря, потребность в сердцем внимании, в тепле, в ласке, в заботе и так далее. То есть, вот это то, что вам нужно. То есть, у вас есть эти желания, и сами по себе эти желания нормальны. В них дурного, ничего нет. Они хорошие, они правильные, они естественные, что немаловажно, и всё в них хорошо. Но проблема в том, что вы неправильно эти свои желания удовлетворяете. Потому что вы, например, хотите общения с девушкой, хотите внимания от неё. И это, конечно, нормально. Но почему вы хотите внимания от девушки именно на расстоянии? Почему именно на расстоянии от девушки вы хотите внимания? А почему бы, например, не с реальной девушкой встретиться? Почему бы, например, не в реальности вступить в отношения, которые бы приносили вам целиком и полностью всё то, чего вы хотите? То есть, вы-то это пытаетесь получить через интернет, а через интернет это получить очень сложно, потому что мало эмоций, мало всего, что вы можете получить из общения в интернете. А раз вы общаетесь в интернете, да ещё так сильно, значит, у вас есть потребности. Потребности в общении, потребности в взаимодействии со женским полом, потребность чувствовать себя мужчиной и так далее. Но почему-то, как нужно, вы эту потребность не удовлетворяете. И, исходя из того, что вы написали раньше, до этого, в своём вопросе про автобус, на который я вам отвечал, я думаю, что проблема заключается в том, что вы недостаточно уверены в себе. Вы недостаточно уверены в себе, для того, чтобы подойти к реальной девушке и с реальной девушкой познакомиться. И вам проще знакомиться в интернете, там вы чувствуете себя более, может быть, уверенно, или, может быть, как-то ещё. Тут можно только гадать. А это значит, что у вас есть комплекс, неуверенность в себе, сомнения в себе. Страх может быть, что у вас не получится построить реальные отношения, и вы идёте по тому пути, который проще. Но тот путь, который проще, не является правильным. Вы пытаетесь получить из общения ВКонтакте то, что от него получить, вообще-то говоря, нельзя. Общение ВКонтакте не даёт всех тех эмоций, которые вы пытаетесь получить от него. Просто в силу того, что это интернет-общение, в силу того, что это ограниченное общение и так далее. И ваша проблема не в том, что вы позоритесь. Ваша проблема не в том, что вы раз-разум наступаете на одни и те же граммы. Вы подумайте, что вы хотите получить от общения с девушкой. Подумайте, что вам хотелось бы от этого общения получить вообще. И подумайте, как удовлетворить свои желания так, чтобы в равном положении находились и вы, и девушка. Ведь это, на самом деле, не так сложно сделать. Просто нужно ваше желание удовлетворять правильно. А какая-то часть этих желаний, которые у вас есть, кстати говоря, совершенно не должна удовлетворяться девушкой. Ну, например, когда вы пишете ей такой вот девушке в очередной раз, когда вы в очередной раз о чем-то там ее, например, спрашиваете, да, или что-то в этом роде, вы ведь думаете о ком в этот момент. Вы думаете не о ней. Вы думаете о себе. Спрашиваете вы для чего? Для кого? Не для нее. Для себя. Вам нужно у нее что-то спросить, потому что вы этого хотите. А о ней вы как каковой так особо-то и не думаете. По крайней мере, именно так получается, исходя из того, что вы пишете. Ну и нет ничего удивительного, что девушка перестает с вами общаться. Ведь дело не в том, что вы пишете постоянно. На самом деле можно общаться постоянно. Люди целыми сутками много общаются в контакте. Дело не в этом. Не в том, что вы общаетесь много. Не в том, что вы пишете ей постоянно. Дело в другом. Дело в том, что вы пишете только о том, или пишете так, или общаетесь так, что интересно только вам, а не ей. Вы не ставите ее интересы на первое место, а интересы ставите свои на первое место. В результате возникает такая вот проблема. и дабы этого не происходило, я уже вам об этом говорил и повторю еще, что нужно вам работать на своей самодостаточности, нужно вам стремиться к тому, чтобы быть более уверенным в себе, нужно вам стремиться к тому, чтобы не вступать в зависимость от человека, когда вы не можете без того, чтобы не написать девушке это ей зависимость, зависимость это продиктовано неправильными, под неправильно поставленными желаниями, и вот пока у вас все это будет, вы простите, так и будете испытывать дискомфорт при общении с противоположным полом, если вы хотите что-то изменить, нужно работать над вашими комплексами, нужно работать над вашими сомнениями в себе, возможно, даже над детскими родительскими отношениями, если они здесь сыграли роль, потому что у вас явно проблема с мужским поведением, у вас явно проблема с тем, что вы не понимаете, как правильно вести себя с девушкой, и я думаю, что вы не отознаете себя как мужчина, на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше, эдик, ситуация заключается вот в чем, понимаете, вопрос вы можете задавать еще один, еще, еще, и все, ситуация как бы принципиально в том, что вот пока не будут ясны лично ваши причины и лично ваши мотивы на такое поведение, все так и будет, то есть, где вот в этом сообщении вы, ну вот вы описываете, как происходит у вас общение ВКонтакте, это здорово, но для чего вы пишете ей только ВКонтакте, почему вы пишете ей только там, почему вы не рассматриваете реальное общение, например, приезд в Москву и личные встречи, об этом вы не пишете, о своих эмоциях, о своих переживаниях, о своих мотивах, о том, чего вы хотите, вы ни слова не пишете здесь, и это очень плохо, об этом нужно говорить, и тогда вам самому станет понятно, чего же вы хотите получить от девушки, и может ли она, вообще-то говоря, вам это дать, вот в чем вопрос, молит ли человек без ущерба себе дать вам то, что вы хотите от него получить, на этом все, я надеюсь, что вы извлечете полезно из моего сообщения, надеюсь, что вы все-таки выберете эксперта и поработаете с ним одно со своими проблемами, потому что то, что вы описали, это лишь вершина Айнберга, я желаю вам всего доброго, и все-таки